Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на закрытии недели нас ожидает еще блок статистики из Англии. В частности, очень скоро в 6.00 по GMT выйдут данные по ВВП Англии и промышленному производству. И после старта американской торговой сессии в 12.30 по GMT ждем также данные по рынку труда Канады. Это очень важный отчет для канадского доллара, потому что мы шортим канадскую валюту и понимаем, что чем больше будет сигналов ухудшения экономических условий, либо даже подтвержденных фактов и доказательств этого, тем выше вероятность того, что канадский регулятор примкнет к ряду других центральных банков, которые в июне планируют начать симулировать нациэкономики и, соответственно, снижать ключевую процентную ставку. По порядку индекс доллара 105.16 откатили мы от локальных максимумов, которые наблюдали вчера, на уровне 105.63. Но то, что доллар скорректировался, в этом нет ничего страшного. В целом доллару не на чем сейчас расти, учитывая то, что весь фон мы уже с вами со всех сторон разобрали. Мы знаем, какие ориентиры являются долгосрочными для индекса американской валюты, но при этом понимаем, что дальнейшие интенсивные рывки, они могут быть следствием только лишь появления новых обновленных новостных катализаторов. И когда мы стартовали на этой неделе, мы понимали, что экономический календарь не будет баловать нас как трейдеров, потому что он, по сути, по штатам был пустой. И мы сейчас ждем уже данные по инфляции. Следующая неделя и, соответственно, следующая среда, 15 мая. Вот этот отчет точно станет катализатором мощнейшей динамики доллара. Поэтому то, что происходит сейчас, это вполне логичная проторговка. Надеюсь, то, что покупатели рядом копят силы и готовы вмешаться в еще более интенсивную игру, когда выйдет отчет по индексу потребительских цен. Ну а пока что работаем с комментариями представителей Федрезерва. Ранее уже высказался глава ФРБ Миняплиса Нил Кашкари, который отметил очень важный момент, связанный с начатым процессом, точнее, с застопливавшимся процессом ослабления инфляционного давления. И он аргументирует точку зрения довольно сильным рынком труда и недвижимости. Но мы это знаем прекрасно и без него, поэтому всегда говорили, что именно эти отрасли американской экономики будут пока что в текущих условиях стимулировать рост индекса потребительских цен. Вероятность снижения процентной ставки, по его мнению, крайне низка. При этом, как отметил Кашкари, он не против идеи того, чтобы американский регулятор даже ужесточил политику, если индекс потребительских цен снова продемонстрирует рост после выхода данных, которые мы ожидаем в среду. Другой представитель Федрезерва, глава регионального деления ФРС Босона, Сьюзен Коллинз, высказала такую же точку зрения, что текущие условия создали больше оснований ожидать для дальнейшего роста индекса потребительских цен, и американскому регулятору потребуется гораздо больше времени, чем предполагалось еще пару месяцев назад, на то, чтобы достигнуть целевой показатель по инфляции. И, как мы помним, точно такие же заявления были сделаны в начале недели другими представителями Федрезерва. Дэйли, Уильямсом, Кук, все они поддерживают идею того, что ни в коем случае сейчас Федрезеру не стоит торопиться. Данные инструменты FedWatch Tool все так же, как и в начале недели, подсвечивают, что вероятность снижения ставки в сентябре сейчас составляет 49%. Поэтому, в целом, остаемся при прежнем фундаменте в ожидании дополнительных драйверов. И, наверное, если среди вас есть скепки, я, может быть, вас и не хочу даже переубеждать, те, кто делает выводы, уже их сделал. Но я отношусь к тем трейдерам, которые рассчитывают на то, что американская валюта все же выйдет к новому локальному максимуму. Золото – 2353 доллара за тройскую унсовую. Вчера мы ждали, когда же на рынке появится сигнал от позиционирования трейдеров, от действий большинства и меньшинства. И ситуация в начале торговой сессии была такая, что толпа практически достигла нашего желаемого экстремума по расстановке сил покупателей и продавцов на отметке 70%. Но под конец дня ситуация изменилась, и сейчас уже 26% трейдеров, друзья, находятся в длинных позициях по золоту. И, соответственно, если делать тоже объективные выводы относительно того, как торговать, с учетом такого позиционирования, конечно же, то, что меньшинство остается в длинных позициях, это говорит о том, что золото в ближайшие торговые сессии может развить дальнейшую восстановительную динамику. Я считаю, что это может получиться очень интересная спекулятивная сделка как раз с опорой на рыночный сантимент. Поскольку следующий важный триггер для доллара мы с вами ожидаем только в среду, до среды еще три полноценные торговые сессии, я считаю, что можно попытать удачу в золоте с ориентиром на 2400 долларов за тройскую унцию. Доллар канадец 1.3677. Соответственно, ждем роста выше отметки 1.38. Сегодня выйдут данные по рынку труда Канады. По прогнозам нас ожидает очень слабый показатель по занятости. Прирост на 18 тысяч, скромное значение. Уровень заработки при этом может вырасти с 6.1 до 6.2%. И если эта статистика действительно будет такой, то канадскому доллару не избежать локального давления национального фундаментального фона. СНП 5.240 пунктов. Хай, я напомню, находится на отметке 5.332 пункта. Это рекордный максимум. Ждем роста всего сектора американского фондового рынка. И наша долгосрочная заветная цель 5.500. Она неизменна. Доллар иена 155.70. Прогноз на снижение остается все так же актуальным. Я считаю то, что действия Банка Японии как раз доказали нам, что мы смело можем придерживаться прежнего долгосрочного сценария на именно ослабление доллара против японской иены. Но эта слабость доллара может быть проявлена только в этом дуэте финансовых активов, потому что ни один другой банк не поддерживает национальную валюту, как это делает Банк Японии. И против интервенции не сможет идти даже американский доллар. Поэтому здесь долгосрочное именно позиционирование, ожидание того, что пара скорректируется в район 150 иен за доллар. Британская валюта 1.25.16, лоу вчерашнего дня 1.24.45, заседание Банка Англии. Ставку оставили в соответствии с ожиданиями на прежнем уровне 5.25%. Но при этом, когда состоялось голосование, двое из-за голосующих членов проголосовало за то, чтобы снизить ключевую процентную ставку. Это больше, чем было на один голос месяц назад. То есть количество тех, кто ответственен за решения, высказывающихся за то, что нужно уже стимулировать экономику, увеличивается. Это позитивный сигнал для продавцов британской валюты. Плюс ко всему на пресс-конференции глава Банка Англии Бейли дал понять, что не стоит недооценивать масштаб снижения ключевой процентной ставки в этом году. И по итогам, опять же, заседания, пресс-конференции, трейдеры по-прежнему уверены в том, что Банк Англии пойдет на снижение, первое снижение процентной ставки в июне. А до конца этого года ставка может быть скорректирована на 60-70 поясных опунтов. Сегодня ждем статистику по ОВП и промышленному производству. Ожидание так себе. В годовом выражении темп экономического роста, скорее всего, покажет нулевую динамику против минус 0,2%, который мы увидели в конце прошлого года. И промышленное производство за март, как ожидается, снизится сразу на 0,5%. Такие данные могут усилить давление на британскую валюту, поэтому в целом прогнозное снижение остается актуальным. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!